Майна, расскажите еще раз сначала, то есть в какое время суток это было, когда, как вообще, при каких обстоятельствах все было? Это было примерно часов в 10 вечера, меня пораньше отпустили с работы, первая стажировка, первый день был, магазин круглосуточный. Я позвонила своему знакомому, чтобы он меня забрал с работы. Я живу в селе Красносельском, а работа получается в Пластуновской. Он сказал, что через 10 минут будет только выезжать с города Краснодара. Я думаю, что время не терять и пойду ему навстречу. Короче, я прошла по Сквозной, через остановку. Никого не замечала, ничего, что кто-то за мной следит или идет, этого я не видела. Дошла до заправки, которая в конце Пластуновской. Меня там встретила сестра. С парнем они ехали в Плотнировку. Предложили, чтобы меня довезти. Я сказала, что меня молодой человек должен забрать. И они поехали. Как только машина отъехала, я заметила, что напротив АЗС вот этой стоит недостроенный дом, или он строится, и рядом вагончик. Оттуда вышел мужчина в камуфляжной форме, но не военной, а такого светлого цвета, как охотничье. Я пошла по встречной полосе, а он подождал, пока я чуть дальше пройду, и пошел по другой стороне дороги. Я так оборачиваюсь, я вижу, что за мной идет тень, идет мужчина. Был он в шапке, и вот кудрявые волосы вот так вот из-под шапки были видны. Когда проезжала машина, освещала все, я, естественно, повернусь, посмотреть в лицо, кто это. Его не видно, он, оказывается, просто присаживался в траву, что его и не видно было. Как машина только проедет, и опять тень появляется, идет за мной. В общем, я дошла почти до пятой фермы, там Бугор есть, и остановилась обернуться. Я обернулась, он меня уже догнал и переходил ко мне дорогу. Я подумала, может быть, что-то хочет спросить. Поэтому я, вы что-то хотели, на что он ответил, что да, сейчас ты узнаешь, что я хотел. Хватает меня так за горло, начинает душить и тянуть в лесополку. Я начинаю вырываться, как только у меня есть сил, кричать, помогите. А вокруг, как назло, ни одной машины не было, вообще никого. Я кричала, что есть мочи. У меня в кармане были щипчики с выдвигающейся пилочкой, острой. Я эту пилочку полностью вонзила ему в ногу, ниже ягодицы, правую ногу. На что он меня отпустил, как бы, да, я начала вырываться, и он меня за волосы схватил. Я упала, и он меня потянул в лесополку. Там он меня повалил уже на траву, лицом в землю, начал, как бы, да, руки свернул так, сам лег на меня, чтобы я не смогла вырваться. Я предложила, может быть, телефон, заберите сумку, пожалуйста, только не убивайте меня. Он молчал, вообще ни слова не проронил. Единственное, что он сказал, давайте сюда телефон. Я обнаружила, что его, как бы, нет, он, видать, он просто где-то выпал. И тут я почувствовала, как до лица, ну, так вот, начали закрывать рукой, в перчатке. Перчатка была вот такая, вязаная. И она была вся пропита растворителем. Я начала задыхаться. У меня не мили руки, ноги, я вырывала его руки, пальцы вот так. Но я ничего не смогла сделать. Наглотавшись, нанюхавшись этого раствора, я, как, мне просто анимело все тело, и я отключилась. Единственное, что последнее я помню, я простояла, потому что маленького сына, у меня маленький ребенок. Ему год и три, то есть год и четыре. И мужа. Единственное, что я помню. И отключилась все, подумав, что все, я умерла. Очнулась я в лесополке, полностью голая. Штаны были спущены до сюда, ну, полностью сняты. Также там нижнее белье было снято, свитер до сюда был также снят. Мои вещи выявлялись вокруг. Единственное, что он ничего не украл. Вообще ничего. Все, все до копеечки, все было на месте. Я была просто удивлена, что я просто очнулась живая. Я действительно подумала, что я умерла. Когда я пришла в себя, напротив меня стоял мужчина уже выше, чем тот, который меня повалил. И он также был в камуфляжной форме, но он был с собакой. Увидев, да, постороннего, я схватила вещи, начала прикрываться, где, конечно, смысла уже нет, и там голая лежала. Мужчина просто увидел, что я очнулась и пошел в сторону заправки. То есть он не знал ни себя, ни ковы? Я быстро оделась. И даже не спросила вас? Нет, нет, ничего, вообще ничего не спросил. Ну, я ему сказать не могу, потому что у меня вот это вот все настолько сжено было. У меня болел язык, потому что когда он меня так схватил, я его прокусила насквозь. Я есть не могу, я ни разговаривать не могла вообще, я ни слова. Кое-как я нашла свой телефон, вы представляете, я просто нашла. Как его машины не раздавили, я его уронила, оказывается, на дороге еще. Я позвонила, да, вот, разбила телефон, как бы, да, видно, что он покоцанный уже, все, он треснутый. Я позвонила молодому человеку, который должен был меня забрать, он в истерике, ты где, я тебя найти не могу. Я так и так вот, я очнулась в лесополке полностью голая, туда-сюда. Я там-то, там-то. Я по методу его, я просто побоялась, вдруг он где-то рядом. Я перебежала через дорогу и села в высокую траву. И сидела, ждала, пока приедет за мной молодой человек. Конечно, его машину я и в темноте могу отличить, потому что светодиодка внизу. Как бы я вижу, что едет нужная мне машина. Я выбежала и все, я прыгнула в машину, так меня начало рвать, все это, мне плохо. Он, давай в полицию, а я не могу. У меня болит бок, вот здесь у меня болит нога, у меня полностью разбитое лицо, кровь со рта. В общем, я очень плохо себя чувствовала. Первому, кому я сообщила, да, это бывшему мужу, там, что так и так я навестить не смогу вас, потому что не хочу сына пугать. Сейчас пока не отойдет лицо, побуду у сестры, потому что меня не ожидать. И тут же я сделала репост в ВКонтакте, в Одноклассниках, не пошла в полицию, потому что по состоянию здоровья. Естественно, я думаю, что я доберусь все-таки туда, потому что все мои документы, там, где я проживаю, в Сирии Красносельском, а сейчас пока здесь, я не хочу туда ехать, чтобы не пугать ни сына, ни родителей, никого. Но мама сама приехала до сестры, она зашла и не узнала. Она просто меня не узнала. Это уже сошло, потому что посоветовали пантенолом мазать. Я вчера сижу, вот так просто, я снимаю шкуру с себя, вот так просто беру и снимаю. Также язык, это вообще, это настолько он опухший был. Это и разговаривали только вот пару дней назад, да, начало. Как позавчера начала нормально разговаривать. Есть я до сих пор не могу, потому что болит. Лицо я не видела вообще. Я помню, что он был в камуфляже, метр семьдесят, метр восемьдесят примерно. Руки большие. Голос такой, знаете, не грубый, приятный. Такой, как, приятный мелодичный мужской голос. Как бы, да, я ему не сказала, чтобы он грубил. Он не грубил меня, не оскорблял, не обзывал. Он, он только мы, и не бил меня, да, вот единственное, что он ударил вот сюда, вот когда я язык прокусила. И когда я упала, я ударилась сильно вот печенкой вот этим боком. Вот. Он вообще ни слова фактически не проронил. Единственное, первые его слова сейчас ты узнаешь, что я тебе хотел, и давай сюда телефон. Все. Больше слов я не слышала от него ничего. Больше ничего, как бы, метр семьдесят, метр восемьдесят примерно так, среднего телосложения. И все, больше ничего. Ни цвета волос я не могу. Ну, на вид он мне показался лет сорок пять. Я когда очнулась, я не почувствовала на себе таких насильственных методов, как бы, да, что он издевался надо мной. Нет. Ну, он ничего не украл. Единственное, мне показалось, что просто изуродовать мне лицо. Как бы, шрамы есть, но тоналка, дай бог, все скрывает. Но все равно, да, вот видно здесь, здесь. Ну, мне кажется, это пройдет просто, это ожоги. Ну, будут все твои шрамы. И у него была цель просто меня изуродовать. Может быть, его кто-то спугнул. Может быть, у него была еще другая цель, там, акт. Не знаю. Я не почувствовала на себе такого, чтобы меня насиловали. Его кто-то спугнул. Но мне просто интересно, что за мужчина был, когда я очнулась с собакой. Мне сперва показалось, что это тот же. Он просто, наверное, он сидел на корточках. А когда я очнулась, я пришла в себя, и я встала, ну, как присела. Он встал передо мной, получается, ну, как, я в лесополке, а его до дороги примерно, не знаю, метра три от меня. Он встал просто и пошел в сторону АЗС, так же, с собакой.